Следующее видео Майнкрафт без мода выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 1000 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Кукаев, ребята, меня зовут Рисман и в этом видео я вам расскажу, как создать китайский домик в Майнкрафте за одну секунду без каких-либо модов при помощи лишь одной команды. Ну что ж, поехали. Для начала необходимо выдать себе командный блок, для этого прописываем команду give собачка пи и command блок. Далее необходимо установить командный блок, открыть его и вставить в него команду, ссылка на которую оставлена под видео. Далее мы активируем командный блок и дожидаемся построения машины. Машина у нас строится моментально, ребят. Так, и тут у нас есть несколько табличек. В общем-то таблички нам здесь больше не понадобятся, теперь нам понадобятся ваши лайки. Ребята, обязательно ставим лайк сейчас на это видео. Но я думаю, вы уже поставили лайк с началом видео, поэтому мы продолжим. Так, вот этого больше не пригодится нам, теперь мы берем все, что нам нужно в сундуке. Это 64 шерсти, 64, короче, ели, 64 камня, еще досок таких же. Спрус, это не ель, да, по-моему, я забыл, как это называется. Спрус или ель. Еловый, да? По-моему, еловый все-таки. Так, бумага, факела, палочки, книги и уголь. Ну что ж, поехали, давайте для начала скрафтим, пожалуй, сам домик. Для того, чтобы его скрафтить, нам потребуется скинуть одну шерсть. Нет, извиняюсь, не все, а одну шерсть, одно бревно, два камня и одну доску. И мы получаем яйцо установки нашего дома. То есть, таким образом мы скрафтили наш домик. Так, далее. Его необходимо установить, когда мы его просто поставим на плоскую поверхность, то он у нас заспаунится, как бы, как видите, немножечко сверху. Он у нас вот так вот появился. То есть, так, давайте выключим этих мобов. Не знаю, они меня бесят. Так, то есть он у нас заспаунился на два блока выше. Для того, чтобы этого не было, в общем, так не происходило, просто-напросто выкапываете яму в два блока и устанавливаете туда яйцо. И, как видите, вот оно срабатывает все. И домик получается в нормальном положении. Далее здесь вот просто закладываете и все. Домик готов. Домик у нас маленький такой, уютный, двухэтажный. Вместо стекол здесь решеточки вот такие стоят. Ну, в целом, очень-очень органично. Мне лично нравится. Так, далее у нас к этому домику есть немножко мебели. Простой, китайской тоже. Или японской. Я не знаю, японский или китайский домик. Наверное, больше японский, да? Да, японский скорее. Так, давайте скрафтим, пожалуй, мебель саму. Ну, первое, что мы скрафтим, это полочки. Для крафта полочек нам потребуется одно, в общем-то, вот это вот кусок доски, блок досок, потом, нет, извиняюсь, блок досок, палочки и книга. И мы получаем яйцо установки наших книжных полок. Давайте их установим где-нибудь дома, в таком вот обычном месте. Так, факел мы уберем, пока он нам больше не пригодится здесь. И давайте вот здесь вот установим сейчас наши полочки. Вот так вот установились наши полочки. Вот так они у нас выглядят. Очень-очень реалистично. Мне нравится. Шикарно просто. Так, и давайте их на втором этаже где-нибудь бахнем, например, вот с этой стороны, вот так. Нет, ну не возле окна, но хотя давайте вот возле окна, вот здесь где-нибудь. Так, я надеюсь, они правильно. Да, отлично, пойдет. Вот мы заспаунили наши полочки, вот так вот они у нас выглядят. Также, помимо всего этого, мы можем скрафтить такой вот маленький японский светильничек. Для украфта потребуется бумага, факел и, по-моему, да, доски, правильно, доски нам потребуются. И мы скрафтили таким образом лампу. Кстати, лампа у нас светит в темноте. Давайте здесь сделаем где-нибудь подставочку под лампу, ставим ее. И вот такая вот у нас получается лампа. То есть она вокруг в бумажках, а посередине у нас стоит такой факелок, который, кстати, все освещает. Лампа работает в темноте. Ну, реально работает, это не просто декорация. Давайте здесь еще одну такую поставим. Отлично, вот у нас получился вот такой вот японский домик. Так, ну, я бы сказал, азиатский даже. Помимо всего этого, ребят, вы также можете скрафтить при помощи одного угля и одного факела. Или нет, не факела. Я уже забыл, честно говоря, по-моему, досок. Да, отлично, при помощи досок яйцо удаление всего этого счастья. Ну, точнее, не самого дома, а вот, допустим, лампы там. Так, я вот что-то по лампе-то попасть не могу. Вот, как видите, я лампу удалил, теперь могу просто-напросто убрать факел. И то же самое я могу сделать с этими, с полочками. Они тоже у нас прекрасно убираются. Так, ну что ж, вот такая вот, ребят, у нас команда. Кому она понравилась, обязательно ставьте лайки. Ну что ж, ребят, на этом все. Кому понравилась эта команда, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok